всем привет хочу поделиться с вами одним небольшим видео которое недавно попалось мне на глаза давайте сначала его посмотрим а потом разберем его подробно а Человек снимает мачты ветряных электростанций недалеко от побережья. Сначала с некоторой возвышенности, затем с небольшой высоты, практически с самого берега. Именно этот кадр мы и рассмотрим. Плосковеры, ничего не замечаете? Могу предположить, что вы и тут будете упрямо не замечать кривизны водной поверхности. Плосковеры, которым я это уже показывал, так и говорят. Да и говорят, ничего не понимаешь. Это же перспектива и волшебные свойства атмосферы. Ветряки просто уходят в точку и волны их скрывают. Ну да, конечно. Это было ожидаемо. Что ж, давайте посмотрим и разберемся, кривизна это, перспектива, атмосфера или что-то еще. Для начала нужно разобраться, что именно мы видим в кадре. Хочу заранее предупредить, что точность результатов в некоторых случаях будет основана на приблизительной оценке, ввиду отсутствия более точных данных. Если вы ими располагаете, буду рад их увидеть. Но надеюсь, что я нигде серьезно не ошибся. Как указал автор, он снимал ветряную электростанцию, находящуюся недалеко от города Скеганс, Линкольншир, Великобритания. Об этой электростанции полно информации в открытых источниках. Известно и точно ее расположение, характеристики ветряков и так далее. Даже точное расположение ветряков в массиве. Из этого мы можем сделать примерный вывод, что конкретно мы видим в кадре. Как вы помните, в кадре ветряки расположены на одной линии почти вдоль линии взгляда. Источники сообщают, что расстояние между ветряками около 500 метров в ряду. И судя по расположению ветряков в массиве, как на этом изображении, из Скеганса ветряки в одной линии можно увидеть примерно в таком или подобном ракурсе. Здесь расстояние между ветряками получается около 670 метров. А расстояние между ближайшим и дальним ветряком 2680 метров. А теперь поговорим про перспективу. Да, из-за разницы расстояния дальний ветряк выглядит меньше, если точнее, примерно в полтора раза. Соответственно, он в настолько же раз, дальше от наблюдателя. В принципе, этого уже достаточно, чтобы вычислить расстояние от оператора до каждого ветряка. У меня получились вот такие расстояния. Если вам непонятно, как я получил эти значения, или не согласны с ними, пишите в комментариях. Обсудим. Хотя это математика школьного уровня, и тут не должно возникнуть трудностей у большинства образованных людей. Как видите, даже тут расстояние от оператора до ближайшего ветряка примерно соответствует известному расстоянию от электростанции до берега, а это около 5 километров. Так что да, перспективы тут есть, но не только она. Посмотрим еще раз на этот кадр и проанализируем, какая часть ветряков скрылась за горизонтом. Сначала нам нужно выяснить геометрические параметры ветряков. Здесь нам поможет этот кадр. Длина лопастей также есть в открытых источниках. И этого достаточно, чтобы определить высоту надводной части ветряка. Это примерно 92 метра. А также желтые и черных частей. 17,5 и 5 метров соответственно. Опять же, если у вас вызывают сомнения эти цифры, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Ну а теперь снова возвращаемся к этому кадру, и исходя из уже известных нам пропорций, выясняем, какая часть скрылась в ближайшей вышке. Смотрите на левое изображение. Правое я оставил для сравнения. Учитывая, что у всех ветряков пропорции белой, желтой и черной частей одинаковые, мы можем с легкостью восстановить невидимые части всех остальных ветряков. Взгляните на результат. С помощью этих линий вы можете убедиться, что я не искажал и не изменял размеры и пропорции ни одного объекта. И вы даже можете свериться с калькулятором кривизны, чтобы убедиться, что даже здесь все сходится. Напоминаю, расстояния у нас вот такие. Высота камеры около полуметра. А вот это самая кривизна, которую по своим сектантским причинам не хотят видеть плосковеры. Ну и для самых сомневающихся, я даже сделал трехмерное моделирование с точным соблюдением всех размеров, расстояний и пропорций, как для шара, так и для плоской земли. И, естественно, эти модели точны настолько, насколько точны исходные данные. Плюс, возможно, некоторые погрешности моделирования. Я оставлю ссылки на модели в описании. Желающие сами смогут проверить и сравнить их. А в качестве подскриптума я оставлю небольшую подборку фото и видеоматериалов по этой теме. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По моему скромному мнению, это шаг и мат. Плосковеры, начинайте бомбить! Хочу посмотреть на ваши смешные объяснения всего увиденного и попытки защитить вашу плоскую земельку. И на этой позитивной ноте прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго!